Человек – это микрокосм, полное отражение необъятного мира и его законов, макрокосмоса. Между тем, согласно представлениям тальтеков, древнего учения Севера и Юга Америки, в человеческом сознании присутствуют внедренные программы, которые отделяют его от восприятия целого, подавляя познавательную способность человека, как исследователя, творца и созидателя. Одной из таких угнетающих сознания программ является чувство собственной важности человека. Гермес Трижды Величайший, просветитель и мистик, творивший в Древнем Египте, в своих скрижалях утверждал «То, что внизу, аналогично тому, что вверху, и то, что вверху, аналогично тому, что внизу». Познавательный потенциал человека раскрывается только вкупе со сознанием себя частью мироздания. Именно постоянные, осознанные интеллектуальные и энергетические связи с миром и их целенаправленное поддержание раскрывает в человеке ресурс, который не может быть задействован в обычном, вяло текущем состоянии сознания повседневности, когда внутренний творческий потенциал практически не используется человеком. Чувство собственной важности блокирует познавательную способность индивида и зацикливает весь доступный человеку ресурс на представлениях о самом себе. Учение Тольтеков утверждает, что огромный массив данных представлений человека о самом себе, названной ими личной историей, расходует почти весь энергетический запас на поддержание и обслуживание элементов массива, оставляя человеку лишь малую часть энергетического ресурса, достаточную лишь для того, чтобы не наступила физическая кончина. Другими словами, человек тратит львиную долю доступных ему энергетических резервов на поддержание собственного образа, вместо того, чтобы инвестировать его в развитие своей творческой натуры, все более полно и осознанно оформляя связи с огрушающим его миром, будучи его частью и тем самым все более полно, встраивая себя в общий эволюционный механизм. Отталкиваясь от системы подобий, представляется возможным с определенной долей достоверности рассмотреть деятельность человека на примере деятельности нейрона в нервной системе, представляющей собой нейронную сеть. Подобно нейрону, человек является звеном в общей цепи таких же человеческих сознаний, по которым распространяется сердцебиение всего человечества, его общие эволюционные импульсы, представляющие суперпозицию созидательных устремлений каждого человека. Весь этот процесс, в котором деятельность и самоосознание одного человека напрямую влияют на деятельность и осознанность другого, является проявлением общечеловеческой семьи, где боль одного человека на самом деле является болью всех людей. Наверняка вы смотрели художественный фильм «Аватар», в котором режиссер передал образ взаимодействия народа Нави, сообщающегося с деревом, олицетворяющим природу таинственной планеты и называемой Эйвой посредством тесной взаимной связи каждого участника в общей выстроенной цепи. Через эту цепь в картине было показано, как энергетические импульсы от Эйвы передавались всем ее участникам равномерно и равнозначно. Чтобы глубже разобраться в вопросе чувства собственной важности человека, представим описанное взаимодействие людей подобным же образом. Чувство собственной важности изолирует человека, делает его звеном, сосредоточенным исключительно на собственной деятельности, растрачивающим свой потенциал только лишь на поддержание собственных интересов и нарушающим гармоничный ход жизнедеятельности всей цепи человеческих сознаний. Такой человек является нейроном, ломающим естественный ход энергетических импульсов, идущих от одной части цепи к другой. Подобно нейропластичности головного мозга, при которой мозг выстраивает новые нейронные связи в случае нарушения или угасания работы с недееспособного нейронного узла или отдельно взятой нервной клетки, общая человеческая цепь сознаний действует подобным образом, где роль одного человека в случае его дисфункции заменяется ролью другого с целью доведения эволюционного импульса до намеченного адресата в разрезе общей человеческой истории. Чему быть, тому не миновать, говорят в народе. Другими словами, вся человеческая семья затрачивает дополнительный ресурс, подобно головному мозгу, на выстраивание и оттачивание новых связей, чтобы исключить недееспособное звено из цепи последовательных взаимодействий. Полагаю, не стоит заострять внимание на том, что подобное описание носит лишь символический характер и при этом с определенной степенью показательности описывает зависимость одного человека от другого в составе структуры всей человеческой семьи. Обособляя человеческое сознание, чувство собственной важности приземляет человека, подавляя его образовательную функцию ввиду того, что зацикленный на себе человек не заинтересован во взаимодействии с окружающей его средой и налаживанию с ней конструктивных связей, что является сутью образовательного процесса, заключающейся в способности встроиться в общий эволюционный процесс всего человечества с максимальной эффективностью. С научной точки зрения, в головном мозге человека, незадействованном в образовательном процессе, наблюдаются мощнейшие регрессивные процессы, вызывающие отмирание нейронов в коре головного мозга и ускоренное старение отделов, отвечающих за мыслительную и познавательную деятельности человека. Так как чувство собственной важности является доминирующим и агрессивным проявлением психики среднестатистического человека, представляется интересным углубиться в нейробиологию, науку, изучающую и описывающую, помимо прочего, функционирование нервной системы. Подобный маневр приведет к более ясному пониманию негативного влияния чувства собственной важности на человеческий, физиологию и психику. В составе головного мозга есть область, называемая лимбической или висцеральной системой. Согласно Большой медицинской энциклопедии, висцеральная система представляет собой комплекс, состоящий из конечного, промежуточного и среднего отделов мозгов, составляющих субстрат для проявления наиболее общих состояний организма, сна, бодрствования, эмоций, мотиваций и т.д. Одними из основных функций этой системы являются регуляция деятельности внутренних органов, управление вегетативной нервной системой, организация кратковременной и долговременной памяти. В статье «Стареющий мозг. Морфофункциональные аспекты» ученый-исследователь в области деятельности мозга Грибанов пишет, что масса головного мозга медленно, но неуклонно уменьшается в результате старения. Между тем, общее изменение данной характеристики мозга в возрасте от 60 до 75 лет составляет 6%. Так, общая масса этого органа высшей нервной системы между 40 и 90 годами уменьшается каждый год у мужчин на 2,85 грамм, у женщин на 2,92 грамма. За счет чего же происходят подобные изменения? Наибольшие преобразования порядка 12-15% затрагивают лобную долю. В статье «Префронтальная кора категории понятия и познания», опубликованной Миллером и командой нейробиологов в 2002 году, утверждается, что частью лобной доли является префронтальная кора, базовая функция которой заключается в управлении мыслительной и моторной активности в соответствии со внутренними целями и планами человека. Другая научная статья, вышедшая в свет в 2009 году под названием «Префронтальные структурные и функциональные результаты визуализации мозга у антисоциальных, агрессивных и психопатических людей и подготовленные другим специалистам в сфере нейробиологии Янгом и его командой». Представляет данные о том, что префронтальная кора играет наиважнейшую роль, помимо прочего, в создании сложных когнитивных схем и планов действий, принятии решений, контролей и регуляции как внутренней деятельности, так и социального поведения и взаимодействия человека. Другими словами, в человеке со старением отмирает та часть мозга, которая отвечает за разумную и мыслительную деятельность. Во все той же статье Грибанов пишет, что в префронтальной области наблюдается атрофия белого и серого вещества мозга. Уменьшение серого вещества обусловлено снижением количества нейронов ввиду их дегенерации. При этом очень важным моментом является тот факт, что в большинстве подкорковых образований мозга клеточный состав остается практически неизменным до старческого возраста. Одним из таких образований, находящихся под корой головного мозга, является лимбическая система с ее инстинктивно, безусловно, рефлексорным влиянием на деятельность человека, который с возрастом теряет свою рассудочную часть сознания и сохраняет инстинктивную, относящуюся к его животной части. Предлагаем набраться терпения и еще немного больше углубиться в процессы, происходящие с головным мозгом человека с возрастом, чтобы более полно представить тот негативный след, который оставляет чувство собственной важности на формирование физиологии высшей нервной системы человека на протяжении его жизни. Согласно Грибанову, потеря нейронов происходит не только в коре головного мозга, но также преимущественно в гиппокампе и мозжичке. В этом контексте следует упомянуть статью «Гиппокамп. Что он делает?» нейробиолога Ховарда, опубликованную в 1992 году. В ней говорится, что гиппокамп, являясь частью лимбической системы, отвечает за выделение и удерживание в потоке внешних стимулов важной информации, выполняя функцию кратковременной памяти и перевода ее в долговременную. Большая медицинская энциклопедия утверждает, что одна из ключевых функций мозжечка, представляющего собой отдел, относящийся к заднему мозгу, заключается в координации движений, регуляции мышечного тонуса и сохранении позы и равновесия тела. Если подытожить озвученный научный блок информации, то представляется возможным сделать вывод, что в процессе старения имеет место постепенное снижение высших психических функций человека, таких как восприятие, внимание, память и мышление. При этом снижается скорость обработки информации, способность к обучению и запоминанию новой информации. Нейробиологи утверждают, что в борьбе со старением головного мозга и деградация его мыслительных и описательных функций образование является единственным действующим методом. Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованных в 2018 году другим известным нейробиологом Беловолом в статье «Возможно ли замедлить когнитивное старение или о пользе обучения в зрелом и пожилом возрасте?». Исследование показало, что обучение в зрелом и пожилом возрасте приводит к положительным изменениям в когнитивной сфере и росту показателей субъективного благополучия. Процесс изменений не является необратимым, и восстановление морфологической структуры головного мозга возможно. Если для борьбы с внешними признаками старения в современном мире предлагаются разнообразные средства, от косметических до пластической хирургии, то для поддержания и сохранения когнитивного функционирования предложен практически только один метод – обучение новому. Здесь кроется один из ключей к пониманию действия чувства собственной важности на познавательную способность человека. Чувство собственной важности – это программа, уменьшающая пропускную способность головного мозга. Зацикленный на своей персоне человек склонен куда больше поддаваться стрессу, апатии, депрессии, чем человек, вовлеченный в образовательный процесс. Образование предполагает постоянное взаимодействие и формирование новых синаптических нейронных связей в человеческом мозге по факту постоянно обновляющейся поступающей внешней информации об окружающем мире. Человек, замкнутый на себе, привязан к собственной статичной личной истории. Это образование, на поддержание которого, согласно знанию тольтеков, человек тратит почти весь доступный ему энергетический запас, со временем практически не меняется в силу минимального переосмысления индивидуумом своей роли в окружающем мире. Подобное говорит о минимальной образовательной деятельности и, как следствие, минимальном развитии головного мозга человека со статичным восприятием себя, закрепленным чувством собственной важности. Данная программа является в высшей степени ограничительной, что вскоре сказывается на деятельности головного мозга человека, так как его интеллектуальная активность снижается ввиду лимитированного интереса к миру и колоссальной концентрации на собственной персоне. Философия миропонимания рыцарей Ордена Розы и Креста, тайного мистического общества, основанного в эпоху позднего средневековья, утверждала, что интеллект человека является той частью человеческой души, которая выступает описательным механизмом объектов физического мира. С помощью образования и развития эрудиции интеллект превращается в развитую душу или чувственный интеллект, оперирующий данными, полученными чувствами в процессе познания мира, в равной степени с данными, приобретенными человеком в результате своих рассудочной, мыслительной и логической деятельностей. Представляя человека как тройственную структуру, состоящую из тела, души и духа, розенкрейцеры полагали, что именно образование способно развить интеллект и связать посредством него логическую и чувственную части сознания человека, последняя из которых представляет собой развитую человеческую душу. Душа же, сообщаясь миром идей посредством чувств, способна напрямую распознавать и взаимодействовать с импульсами человеческого духа. Так, образование и интеллектуальное развитие в представлениях рыцарей розы и креста обеспечивали возможность человеку познать свою истинную природу и духовную суть. В подобном эволюционном процессе человеческого сознания действие чувства собственной важности полностью нивелировалось по факту того, что человек постоянно образовываясь и углубляясь в понимание своей внутренней природы, распознавал ее подобие природе окружающего мира. Именно так, согласно знаниям мистиков древности и средневековья, индивидуум выстраивал с миром интеллектуальные и чувственные связи и избавлялся от обособленности восприятия. С возрастом процесс старения головного мозга у человека входит в перманентную фазу. Программа чувства собственной важности человека провоцирует существенные изменения в его высшей нервной системе. Мозг усыхает, и его мыслительные, рассудочные и анализирующие функции испытывают деградацию. Между тем, лебическая система, в состав которой входит гипоталамус, непосредственно влияющий на вегетативную нервную систему, обеспечивающую нормальное функционирование органов тела, поддерживающие его в рабочем состоянии, остается практически нетронутой возрастной деградацией. Человек все больше превращается в пассивное тело и перестает быть мыслителем и созидателем, которым он является по праву своего рождения. В древнегреческой легенде про нарцисса, юношу, влюбленного в собственное отражение и захлебнувшегося в воде завуалировано, потомкам передается знание об опасности и ущербности мировоззрения, при котором человек, очарованный собственным отражением в зеркале мира, замыкается на своей личной истории, подкрепляя ее чувством собственной важности, действующим угнетающей на человеческую, исследовательскую и образовательную способности. Что является первичным? Чувство собственной важности, вызывающее увядание целых отделов головного мозга, отвечающих за рассудочную деятельность человека, либо старение головного мозга, культивирующее чувство собственной важности. Вопрос остается открытым. Процесс схож с так называемым законом психосоматики, когда психологическое состояние влияет на здоровье физического тела, а последнее имеет прямое влияние на психологическое состояние. Учение тальтеков, о котором писал загадочный мистический американский автор Карлос Кастанеда в своих книгах, относится однозначно и со всей категоричностью к чувству собственной важности, называя эту деструктивную программу человеческого сознания внутренней гнилью. В своем труде «Огонь изнутри» Кастанеда приводит слова своего учителя Дона Хуана, индейского шамана из племени Яки, выражающего отношение всей магической линии тальтеков к ущемляющему сознание человека чувству. Чувство собственной важности не является чем-то простым и незамысловатым. С одной стороны, это сердцевина всего наилучшего, что в нас имеется, а с другой – сердцевина всей нашей внутренней гнили. Щепетильность и тактичность – не помощники в борьбе с чувством собственной важности. При этом Кастанеда пишет, что чувство собственной важности является в сути опаснейшим маневром человеческого сознания, который сам по себе является величайшей преградой на пути знания и косвенно указывает на методологию по борьбе с этим губительным наваждением. Там же Карлос Кастанеда продолжает. Он сказал, что видящих, как древних, так и новых, можно разделить на две категории. К первой относятся те, кто стремится практиковать самообладание и способен направить свою деятельность в русло достижения прагматических целей, несущих благо другим видящим и человеку вообще. Другая категория – это те, кому нет дела до самообладания и достижения прагматических целей. Среди видящих принято считать, что тем, кто составляет вторую категорию, не удалось справиться с проблемой чувства собственной важности. Другими словами, ощущение и осознание себя частью общей человеческой семьи и участником общего эволюционного прогресса человечества нивелирует в индивидууме стремление к обособленному образу жизни и чувства собственной важности и сподвигает его к поиску общего блага, вынуждая человека повышать свои исследовательские и познавательные потенциалы с помощью перманентного образовательного процесса. Еще раз, только постоянное образование вкупе с сознательным ощущением себя частью глобального процесса развития человечества позволяет человеку раскрыть свой внутренний созидательный ресурс, сохраняя ясность сознания. Мистики древности учили, что сознательная жизнь человека немыслима без образования и интеллектуального развития. Знание тальтеков говорит, что чувство собственной важности, с одной стороны, блокирует любое свободное проявление человеческого сознания, вынуждая человека постоянно концентрироваться на личной истории и на сформированных представлениях о собственной персоне. С другой стороны, является причиной энергетического истощения индивидуума, не позволяющего ему оторваться от описания себя и увидеть мир во всей его полноте и таинственности. Помимо этого, согласно учению шаманов в Древней Мексике, о котором писал Карлос Кастанеда, чувство собственной важности культивирует в человеке ощущение жертвы, которое кратко может быть сформулировано словами «Я бедная детка». Так человек становится жертвой обстоятельств, вместо того, чтобы смотреть на мир стратегически и действовать в нем прагматично, с максимальной эффективностью задействовать свои творческие и созидательные потенциалы. Дон Хуан утверждал, что в деле борьбы с чувством собственной важности у человека должна быть четко продуманная стратегия, опирающаяся на то, что мистическое знание шаманов в Древней Мексике называло безупречностью, способностью человека адекватно использовать доступный энергетический запас. Дон Хуан ответил, что в стратегическом инвентарном списке воина чувство собственной важности фигурирует в качестве самого энергоемкого фактора. Отсюда и усилия, которые воин прилагает для его искоренения. Одна из первейших забот воина – высвободить эту энергию для того, чтобы использовать ее при встрече с неизвестным. Безупречность как раз и является тем, посредством чего осуществляется такое перераспределение энергии. Карлос Кастанеда – Огонь изнутри. Чувство собственной важности действует на человека опустошительно, превращая его в расходный материал, зацикливая сознание на ограниченной картине мира, где сам человек находится в центре мироздания, являясь важным, но выжатым энергетическим источником своей личной истории. Таким образом, человек представляет собой обособленную структуру, не сообщающуюся с внешней средой. Согласно первому закону термодинамики, работа в замкнутой системе, не получающей энергию в виде тепла из окружающей среды, производится за счет запаса внутренней энергии самой системы. Когда запас внутренней энергии иссякает, работа в такой системе прекращается. Выражаясь проще, смыкающейся на идее своей личной истории и ее поддержании, а значит на чувстве собственной важности, человек истощается ввиду зацикленности на представлениях о собственной персоне и отсутствия взаимодействия с внешней средой, следствием чего являются физическая и энергетическая деградации человеческого существования. Чтобы постараться понять, какую стратегию борьбы с такой вредоносной программой в сознании, как чувство собственной важности, предлагает философия тальтеков, описанной в книгах Карлоса Кастанеды, необходимо углубиться в понимание одного из блока ключевых идей, представленных этим мистическим и загадочным автором в своем творчестве. В книге «Огонь изнутри» Карлос Кастанеда пишет, «Наиболее эффективную стратегию, по словам Дона Хуана, выработали видящие времен конкисты, великие мастера искусства сталкинга. Эту стратегию составляют шесть взаимодействующих между собой элементов. Пять из них называются атрибутами образа жизни воина – контроль, дисциплина, выдержка, чувство времени и воля. Все они относятся к миру воина, ведущего битву с чувством собственной важности. Шестой же элемент, наиболее, пожалуй, важный из всех, относится к внешнему миру и называется мелким тираном. Для наглядности вынесем отдельные схемы шесть упомянутых идей, на которых опирается философия тальтеков в деле преодоления такой деструктивной программы в человеческом сознании, как чувство собственной важности, и разберем эти идеи по отдельности. В знаниях, описанных Карлосом Кастанедой, глубочайшее значение имеет концепция мелкого тирана. Согласно философии тальтеков, именно эта концептуальная категория вынуждает индивида действовать максимально адекватно и сообразно ситуации, увеличивая свою эффективность и оттачивая способность мыслить стратегически относительно доступного энергетического ресурса даже в повседневной жизни. Безусловно, идея мелкого тирана в современной интерпретации не предполагает стремление человека искусственно и намеренно повышать уровень агрессивности условий, в которых он пребывает. На бытовом уровне она заключается в том, что человек, встречаясь с незгодными на своем пути, учится быть гибким и легким, принимая волевые решения и задействуя весь доступный интеллектуальный ресурс в преодолении сложившейся затруднительной ситуации с наименьшими для себя потерями. Между тем, в учении шаманизма под мелким тираном подразумевалась сила, физически сфокусированная в конкретном человеке, с которым ученику предстояло иметь дело, решая вопросы повседневной жизни. При этом любопытным представляется тот факт, что шаманы Древней Мексики понимали под тираном силу, наделяющую при рождении человека энергетической оболочкой, поддерживающей жизнь физического тела и видимую шаманами в форме огромного орла. Сообразно своей практике, новые видящие поставили во главу классификационного перечня тиранов то, что является источником всего, первичный источник энергии. Поскольку он является единственным и полноправым правителем всей вселенной, они назвали его просто тираном. Естественно, любые другие деспоты и диктаторы стоят неизмеримо ниже категории тирана. По сравнению с источником всего сущего, самые могущественные и беспощадные тираны рода человеческого являются жалкими шутами и потому относятся к категории мелких тиранов, Пинчес Тиранус, Карлос Кастанеда, Огонь изнутри. Здесь стоит сделать некоторое отступление, чтобы попытаться расшифровать сказанное, почему единственный и полноправный правитель всей вселенной поставлен во главу перечня тиранов. Дон Хуан утверждал, что смысл человеческой жизни – расширение и накапливание осознания, которое является пищей для орла. Учение тальтеков говорит, что в конце человеческой жизни эта таинственная сила забирает накопленное за все время человеком осознание, в результате чего индивид, как воспринимающее существо, перестает существовать. В этом и заключается тирания неведомой и могущественной силы, воспринимаемой видящими в качестве орла, которая питается результатом всей человеческой жизни, накопленным осознанием. Чтобы углубиться в понимание подобного видения мира, представляется интересным обратиться к философии гностицизма, которая частично описана в найденном в 1945 году в Египте в районе селения Накхамади, сборники древних трудов гностической философии, названном впоследствии библиотекой Накхамади. Гностицизм от древнегреческого «Gnostikos» – обладающий знанием. Это философская система, возникшая в конце первого века нашей эры среди иудейских и раннехристианских сект и уничтоженная впоследствии римско-католической церковью во времена борьбы с ересями. Согласно гностикам, творец материального мира является ложным богом, который узурпировал власть и отошел от света истинного отца. Гностики полагали, что в Ветхом Завете бог-ревнитель Егова – это демиург, творец физического мира, заключивший души людей в физические оболочки, называемые гностиками-гробами. Они были убеждены, что физический мир – это ад, и говорили, что человеку после смерти не грозят адские муки, так как он находится в аду по факту своего рождения. По этой причине к егове у гностиков было крайне отрицательное отношение, которое они выражали в обозначении этого творца или демиурга, как дьявола, использующего свет человеческих душ, чтобы поддерживать свое творение – планету Земля. В противовес этому гностицизм полагал, что отец, о котором говорил Иисус в Новом Евангелии, является истинным отцом, от света которого произошла искра человеческого духа. Кастанеда пишет, что идея использовать мелкого тирана для избавления от чувства собственной важности заключается в факте обучения рациональному использованию энергии, распределению доступного и ограниченного энергетического ресурса для каждого человека в наиболее важной и необходимой сфере человеческой жизни и уменьшении энергетических затрат в сферах, которые не являются важными и жизненеобходимыми. Тонкость маневра техники взаимодействия с мелким тираном заключается в том, что согласно философии тольтеков, описанной Карлосом Кастанеды, тот, кто, несмотря на натиск и напор тирана, остается верен своей цели и не будет раздавлен силой агрессивных обстоятельств, благодаря чистому видению и пониманию ситуации, минуя чувство собственной важности, будет способен разглядеть за миром обычной повседневности игры вечности, осознавая себя его творением и заняв свое место в общем процессе развития жизни мироздания. Ничто так не закаляет дух воина, как необходимость иметь дело с невыносимыми типами, обладающими реальной властью и силой. Это совершенный вызов и только в таких условиях воин обретает уравновешенность и ясность, без которых невозможно выдержать натиск непознаваемого. Идея использования мелкого тирана состоит не только в том, что это необходимо для закалки духа воина, но также и в том, чтобы извлечь из этого максимум радости и удовольствия. Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. Под радостью и удовольствием понимается процесс избавления от чувства собственной важности у человека, столкнувшегося с мелким тираном. Именно эти чувства испытывает человек, свободный от давящего груза представления о собственной персоне, порождающих чувства собственной важности. Развитый интеллектуально и эмоционально человек ощущает себя частью общего глобального процесса, рассматривая мир как бесконечную тайну и себя как часть этой тайны. Учение шаманов Древней Мексики утверждает, что мир не ограничивается лишь субъективным видением человека и его личными проблемами, а также, что изменив отношение к ситуации и ее восприятие в общей цепи событий, человек способен переломить ход происходящего и взять ситуацию под свой контроль. Еще несколько важных слов об идее мелкого тирана, открывающих для человека прикладное понимание представленной концепции в разрезе других философских и мистических школ. Лимбическая система головного мозга отвечает за нерациональное и импульсивное поведение человека, его бессознательную часть, вмешивающуюся в познавательный процесс человека и манипулирующую его поведением, склоняя индивида к инстинктивно-рефлексорному существованию. Суфийская философская школа, представляющая собой мистическое сердце ислама, называет бессознательного человека нафсом. Это же понятие, согласно мистику, оккультисту и философу XIX века Елене Петровной Блаватской, каббалистами, являющимися последователями оккультного и эзотерического течения иудаизма, обозначается словом нефеш, что в переводе с еврита означает «душа», под которым каббалистами подразумевалась именно животная часть души, руководимая инстинктами и рефлексами. Нафс и нефеш в переставленных описаниях являются внутренним мелким тираном человека. Развитые интеллектуальные и чувственные части человеческого сознания способны нивелировать губительное действие внутреннего мелкого тирана рациональным и прагматичным подходом к жизни. Именно так человек с помощью рассудочной деятельности задействует те области мозга, в которых развиваются его мыслительные и познавательные способности. Именно так человек остается активной и прогрессивной частью мира, перенаправляя фокус внимания с фиксацией на личной истории собственной персоны в конструктивное эволюционное русло всего человечества. Во время своего рассказа Кастанеди Дон Хуан определяет понятие контроля, как умение закалять свой дух, в то время как тебя попирают и топчут. Другими словами, контроль — это умение следовать поставленной цели, несмотря на кажущуюся грузность и невыносимость обстоятельств. Умение ясно и с полной ответственностью оценивать собственные силы, воздерживаясь в своем выборе от ненужного и таким образом нивелюруя внешнее агрессивное влияние среды. Знание тальтеков определяет дисциплину как возможность стойко переносить превратности судьбы, собирая необходимую информацию, умение обучаться при любых условиях, собирая необходимые данные, невзирая на искажения от призмы происходящего. Здесь интересно затронуть этимологию слова «дисциплина», которое происходит от латинского «discere» — «учить». У человека, пораженного чувством собственной важности, процесс обучения блокируется ввиду морального и энергетического истощения вследствие постоянных забот о собственной персоне и поддержания статичности личной истории, а также ввиду бессмысленности образовательного процесса для такого человека, подразумевающего изучение не связанных с его личной историей событий и фактов. Дисциплина — это умение сознательно поддерживать процесс познания и образования в любых условиях, тем самым минимизируя влияние чувства собственной важности. Дон Хуан говорил о выдержке как об умении терпеливого ожидания естественного результата, на развитие которого затрачены усилия. Проще говоря, дисциплинированный обучающийся человек видит мир стратегически и не растачивает свой энергетический потенциал на суетливое и не сдержанное желание быстрого результата. Пребывая в полном сознании и бодрости духа, он видит процесс цельно и поэтому может наблюдать за ходом событий, прогнозируя своевременный, неизбежный и закономерный приближающийся результат своих действий. Согласно учению шаманов Древней Мексики, чувство времени — это ясное и адекватное восприятие текущего момента. Благодаря ясности восприятия, человек точно знает, когда все его усилия должны быть направлены на определенное задуманное действие, а когда он должен наступить и предоставить ситуацию развиваться самой. Контроль, дисциплина и выдержка подобны плотине, за которой все накапливается. Чувство времени — шлюз в этой плотине, способность точно вычислить момент, в который все, что до этого сдерживалось, должно быть отпущено. В случае, когда воин обладает в полной мере контролем, дисциплиной и чувством времени, выдержка гарантирует — то, что грядет, неизбежно найдет того, кто этого заслуживает. Карлос Кастанеда — огонь изнутри. В результате обособленности и перегруженности человеческое сознание становится неразборчивым и с помощью таких деструктивных программ, как чувство собственной важности, кристаллизируется, становясь хрустальным, издавая звон пустоты от соприкосновения с ветром перемен и разбиваясь на мелкие кусочки, лишь только ветер своим дуновением опрокинет хрупкую конструкцию. Чувство собственной важности оказывает огромное влияние на развитие интеллектуальных и психологических способностей человека, блокируя его познавательную и образовательную потребности. В результате действия этого агрессивного психологического механизма, с течением времени у человека развивается дегенерация и атрофия отделов головного мозга, ответственных за рассудочную и мыслительную деятельности. Чтобы избавиться от негативного влияния чувства собственной важности, человеку необходима строгая философия, связывающая его с пониманием сути происходящих процессов, воздействием этих процессов на его личную жизнь, а также умением выстраивать свою активность с максимальной эффективностью и прагматизмом, позволяющими задействовать высвободившуюся личную энергию для достижения необходимых прагматичных целей. Такая философия должна основываться на стремлении поиска блага, его формировании и донесении до других людей и до человечества в общем.